Ответы на Васту-вопросы. Привет, друзья, с вами канал Арт Васту, и сегодня я отвечу на ваши вопросы. Напомню, что вопросы нужно задавать на Бусти, найти пост с последними вопросами, в данном случае это часть 4, оставить Васту-карту, оставить свой вопрос. Давайте посмотрим. Значит, Айгюль спрашивает, сколько трубочек и колокольчиков нужно в музыке ветра для северо-запада? В принципе, это не важно, но если вы хотите заморочиться, то для северо-запада у нас 5, сакральное число 5. Но, опять же, повторюсь, это не важно. Я вам, кстати, тут ответила. Так, дальше. Если туалет совмещенный с одной стороны северо-запад, с другой север, тоже я тут текстом уже ответила, что одну часть туалета, которая попадает в один сектор, мы корректируем так, как мы корректируем этот сектор, а другую часть мы корректируем так, как мы корректируем другой сектор. И не забывайте, что санузлы мы корректируем только если они в секторах притока. Если они в секторах оттока, мы их не корректируем. То есть мы корректируем север, северо-восток, восток, юго-восток, северо-запад и Брахмастан. а сектора запад юго-запад и юг мы не корректируем санузлы имеется ввиду так дальше какие сделать коррекции в квартире скажите пожалуйста как скорректировать лоджи она считается расширением или срезом как а мы разбирали эту квартиру в прошлом видео неважно как называется срез это ли расширение потому что и срезы расширения мы корректируем одинаково мы их корректируем как сектора оттока то есть пленка деревянные подвесы утяжеление тем весом который для этого сектора предназначен вот и также желтой сапфиры я в видео про юго-восток рассказывала так несущественно на северо-северо-западе гардеробная северо-западе мы разбирали это видео наверное еще просто в этот момент в виде они посмотрели несущая стена на севере-северо западе не заморачивайтесь это меньше с проблем гардеробная на северо-западе говорила что ее бы хорошо перенести в брахмастани корректировать санузел рассказывала в том видео унитаз попадает сектор запада куда подать унитаз неважно корректируем весь санузел на западе зеркальный шкаф рассказывала да в том видео все в принципе вашим вопросам я вам рассказала так на юго-восток можно использовать такие же деревянные навесы этот вы как раз продолжение того что сейчас рассказала сколько штук для юго-востока для юго-востока 7 штук подвесов но вы смотрите по размеру окна и лоджии то есть если есть возможность берите больше вот больше не меньше больше всегда хорошо смотрите окно смотрите размеры подвесов одиночных они по 20 сантиметров между ними какое-то расстояние нужно ставить вот то есть распределяйте их по окну или по лоджии чтобы было и красиво и они максимально закрывали все окно может быть даже побольше так холодильник и морозильная камера допустим или на юго-западе не будет ли это усиление мраху холодильник это утяжеление потому что стандартный холодильник он высотой 2 метра 60 на 60 это прям такая большая тяжелая колонна плюс он завален еще продуктами то есть он принципе неподъемный вот и он является серьезным утяжелением соответственно плохо его ставить в сектора притока вот в секторах оттока он себе нормально стоит не заморачивайтесь если он вас стоит на юго-западе это отлично и двигаемся дальше прикрепляю свою восту карту хочу спросить правильно ли я сделала что хочу отрезать пойдут важные такие вопросы хочу отрезать сектор юго-запад свинцовыми спиральми там сделал пленку на окна поставлю медные пирамиды и положу камни вдоль окна так во-первых про медные пирамиды на в секторе юго-запад я ничего не говорила медь у нас идет на юго-востоке и востоке на юго-западе у нас идет утяжеление иметь там вам не нужно медь дороже всех остальных металлов поэтому зря будете только тратить деньги так пленку на окна обязательно утяжеление обязательно а так и уже исходя из новой полученной энергетической сетки делать коррекции квартир г-образность небольшой отклонение 10-15 градусов комментарии правильно я рассуждаю по поводу от коррекции спиралями энергетическая решетка не изменится сейчас у вас решетка нарисована неправильно она должна захватывать дальнюю комнату коррекции буквы г я уже неоднократно рассказывала что они требуют обязательного участия вас до консультанта придете вы ко мне или найдете кого-то другого это неважно но нужно сделать комплекс коррекций определенных разместить их в правильных местах и тогда ваша квартира энергетические решетка будет станет вот такой как вы ее нарисовали и и чтобы не наляпать ошибок обязательно нужно свасту консультантом потому что не получится ничего то есть вы будете вкладываться сейчас что-то делать но это вам не даст эффект что же тогда можно делать по вашей квартире вы можете делать коррекцию этой комнаты которая дальняя очень большим утяжелением поднятием уровня пола опускание потолка корректировать эту лоджию тоже утяжеляя пленку на окна деревянные подвесы все 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 что мы даем для утяжеления вот когда вы полностью это все сделаете после этого можно скорректировать кухню разобрать серединку в брахмастане при входе в тамбуре я уверена что там стоит какая-то мебель тяжелая который вам не дает энергии не дает это самое вот и вот где комната дочери тоже там разобрать выкинуть все ненужное прям сделать хорошее расхламление что я уверена что там завалено маленькая комната там понятно мебель и понятно там одежда вещи все дела то есть вы делаете расхламление вот брахмастана севера и северо-востока-востока и утяжеляете комнату которая у вас есть в оттоке на юго-западе соответственно вот это которая дальняя вот и вот этот маленький предбанечек перед ней который вот написано прихожая рядом с санузлом есть там тоже что-то из утяжеления можно поставить можно поставить и можно утяжелить еще запад и когда вы все утяжелите и хотя бы расхламите вот эти сектора притока я уверена что после этого у вас точно появится возможность прийти кому-то на консультацию где вам консультант уже поможет скорректировать энергетическую решетку вашего дома правильно чтобы потом не переделать потому что это будут определенные вложения денег чтобы это все не переделать чтобы все сразу хорошо завибрировал а те коррекции которые вы можете сделать сейчас вот то что я рассказала они не помешают то есть я вам всего-навсего рассказала про расхламление этих секторов приток и утяжеление потока для того чтобы у вас пошли лучше дела и вы могли с этого вопроса сдвинуться дальше у нас два года назад купили квартиру очень долго строится дизайн долго создается все очень тянется купили пол попали на мошенников сейчас цены выросли не знаем как делать ремонт будто по квартиру не пускает купили квартиру надолго хотим хороший ремонт начала изучать вас тут две карты начертила отклонения дома ля-ля-ля недостатки брахмастан попадает несущую стену гардеробный там стояк находится общий домовой гардеробно обложить тюбинами или читала что можно перенести брахмастан зимы цветами общий домовой стояк так я вижу брахмастане проходит стена я не вижу нарисованный общий домовой стояк гардеробная система в потолок смотрите очень много вопросов на самом деле не те вопросы задаются квартира вас не пустит пока вы не откорректируете то пространство в котором вы живете сейчас то пространство в котором вы живете сейчас у вас там утечка из секторов оттока и недостаточный приток вам нужно там разобраться и сделать коррекции после этого с этой квартиры дело двинется в этой квартире самое плохое что здесь есть все в принципе здесь не так плохо все корректируется самое неудачное это загруженный брахмастан и северо-восток вот где кухня нарисована и вот гардеробная постирочная так понимаю на северо-востоке приходящая в брахмастан это обязательно нужно убирать такая планировка не должна быть кухни тем более кухонная мебель кухне это у нас очень тяжело это колонны тяжелые это холодильники это всякие посудомойки это очень большой вес это еще и верхние шкафы то есть вот это все нужно убирать ну во первых первое что я вижу то точно можно было бы сделать если только у вас не газовая плита вот это перенести кухню вот отсюда из северо-востока все-таки она больше занимает северо-восток и кусочек брахмастана и кусочек востока перенести и вот сюда на юго-восток потому что юго-восток для кухни хорошо и утяжеление здесь хорошо вот а сюда можно было поставить какую-то легкую мебель там кресло какие-то легкие стол стеклянный что-то такое чтобы не утяжеляло вот эта стена она не несущая с ней вообще я бы по-другому поработал и оставил бы здесь вообще максимально пустоту с какой-то легкой мебелью вот как здесь на входе придумать себе шкафы и я ческать не поняла где здесь проходит вот этот вот в принципе вот здесь вот находится два санузла но неужели туда нельзя впихнуть стиральную машину ну вообще я очень хорошо справляюсь с мелкими пространствами у меня очень маленькие санузлы во всех квартирах вот которые за два года я откорректировала свои и в своей семье но при этом каждый раз когда к там кто-то приходит в том числе и рабочие прорабы все они говорят что очень удобно то есть да туалет маленький ты заходишь но у тебя ты заходишь вправо у тебя одно вперед у тебя другое влево у тебя другое то есть ты заходишь в серединку а вокруг тебя все есть и тебе ко всему удобно подойти то есть такая возможность есть нет потребности в брахмастан и на северо-восток впендюривать стиральную машинку это загрязнение если я не ошибаюсь кэш это именно стиральная машинка так в данном случае не буду рассказывать про коррекции брахмастана потому что то что здесь нарисовано нужно переделать так нельзя оставлять да вы можете найти такого васта консультанта кто вам назначит коррекции но имейте ввиду до коррекции вам назначат но вы никогда не получите себе той счастливой и довольной жизни которую вы себе хотите имея такой брахмастан как вы нарисовали вот это все будет иллюзии и убеждение себя что типа вы скорректировали на самом деле нет из ну короче так дальше посмотрим туалет юго-запад под ванной душем сделать подиум заложить туда камни по 50 килограмм положить вокруг него железной четырехугольной спирали сколько на юг спальня так железные листы и железные листы под полу вы не положите потому что они вам будут ну они туда не лягут технологические что-то другое надо закладывать так корректировать отток обязательно по формуле но отточные санузлы не обязательно корректировать да вы можете поднять пол положить туда то утяжеление которым мы должны там использовать по формуле чтобы оно было такое же как на юге с учетом того что здесь терраса длинная на два сектора и вот эту часть террасы надо обязательно скорректировать вот ну по формуле то есть вы берете какой-то вес кладете его здесь кладете его же здесь и на западе кладете его поменьше куда вы там его распихаете смотрите сами но опять же на уровне стяжки я вам не советую заниматься этим самим потому что точно вы не доделаете что-то и потом будете жалеть потом по по готовому ремонту вы будете ставить где-то какие-то гири какие-то веса раскладывать это будет неудобно пока у вас тяжко пока у вас нет ремонта вы можете заложить туда вниз все нужные металлы в нужном объеме количестве в нужные места которые вам правильно будут работать и это вам назначить может только васту консультант конкретно по вашему вопросу чтобы это все работало потому что я в своих видео даю только такие базовые как бы основные коррекции чтобы люди могли исправить первоначальную свою ситуацию у них пошли дела лучше они потом уже пришли на консультацию так значит отток утяжеляем вы все правильно написали по формуле я в своих видео рассказываю сколько куда вот пленку на окна в отточных секторах обязательно западли ли в комнате дочки половина окна запад половина северо-запад вот можно одну створку поклеить можно в принципе и на северо-западе тоже поклеить пленку если запад себя уже проявляет нужно смотреть по событиям в семье ну в любом случае пол окна на западе вы можете заклеить спокойно скорее всего у вас все равно там две створки одну заклеили другой не заклеили так север кабинет север кабинет хорошо сам вход на северо-востоке корректировать как вход не надо но добавить там зеркал света и всего что для притока можно в принципе можно всегда северо но на северо-востоке нужно корректировать не вход а извините за выражение вот этот триндец который вы там построили то есть вы себе испортили и северо-восток и брахмастан вот этой всей вот хрена в ней в общем у вас очень сильно в двух секторах у здесь сложилась картина нехороший северо-восток брахмастан это делу надо убирать и даже когда вы это уберете северо-восток обязательно корректировать восток тоже корректировать вот и брахмастан так что там еще вопросы какие ну подкорректируйте пожалуйста что думаете с южной стороны где терраса парковка еще раз давайте я подытожу вам нужно откорректировать ту квартиру или дом или где вы там живете обязательно вот потом или с дизайнером лес вас тут дизайнером поработать вот это место в принципе кстати по зонирование у вас тут все правильно то есть дочку на запад северо-запад сами на юг вот кабинет на севере в принципе все неплохо санузлы хорошо форма квартиры хорошие один балкон восточный часть его приходится на юго-восток корректируем ой нечаянно перелеснула часть балкона которых приходится на юго-восток корректируем и это тоже корректируем этот кусочек мы не корректируем он хороший то есть у вас тут принципе много плюсов в этой квартире но вот это место брахмастан и северо-восток вот с этим местом надо побороться так что-то вы там пишете просто як стояк стояк общедомовой там стояк общедомовой смотрите он у вас тут не нарисован я не знаю где он проходит и какого размера он то есть может быть он небольшой и когда вот это все уберете и будет не будет проблемы вот эту стену этот стояк скорректировать но я здесь его сейчас не вижу главное откорректируйте ту квартиру где вы живете я уверена что все остальное сложится само собой но в принципе это у нас был последний вопрос на сегодня присылайте свои вопросы пожалуйста рисуйте карту по моим уроком прикрепляете под последним постом каждый раз когда я буду выкладывать видео с ответами я буду выкладывать новый пост для вопросов вот вопрос оставляйте именно на бусте чтобы них везде не собирать а с вами был канал арт васту и до новых встреч встреч